Дни открытых дверей – это ключ к пониманию, что ждет будущего абитуриента в стенах высшего учебного заведения. Это очень удобно и полезно для всех старшеклассников, стоящих на пороге выбора будущей профессии и их родителей. Одно такое посещение наверняка заменит часы кропотливого поиска информации в интернете, сэкономит время и поможет добиться успеха. В этом мы смогли убедиться, побывав на мероприятии в станице Анастасиевской. В выездной день открытых дверей филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани в офлайн-формате состоялся в 25-й средней школе станицы Анастасиевской. В школу приехали директор филиала, деканы факультетов, преподаватели и, конечно, студенты. Анастасиевские старшеклассники и их родители смогли поближе познакомиться с перспективами обучения в крупнейшем филиале ведущего вуза Краснодарского края. Мы самый крупный филиал в Славянске-на-Кубани. У нас у единственного филиала есть бюджетные места. Нашему филиалу уже 26 лет. Мы подготовили за это время более 12 тысяч педагогов. Сегодня в филиале обучается 1800 студентов по программам высшего и среднего профессионального образования. Филиал имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности, государственную аккредитацию по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. Выпускникам филиала выдается диплом Кубанского государственного университета. Записи филиала там нет. Поступающий к нам филиал является студентами Кубанского государственного университета. Ребята имеют отсрочку от армии. В нашем вузе обучение ведут высококвалифицированные преподаватели, среди которых кандидаты на доктора наук. В филиале есть все необходимое для получения качественного образования по самым востребованным специальностям. В этом будущие абитуриенты смогли убедиться, получив необходимую им и самую свежую информацию из первых рук. Мы ведем набор как после девятого класса на четыре специальности, это сети системного администрирования, дошкольное образование, физическая культура и правая организация социального обеспечения. Так и на программы высшего образования, то есть для выпускников одиннадцатых классов и выпускников техникумов колледжей. И здесь у нас спектр направлений подготовки определяется педагогическим образованием, психолого-педагогическим образованием. Но в этих направлениях подготовки у нас достаточно большой выбор профилей. Это и право, и история правового образования, и информатика, и математика с информатикой, и начальное образование, дошкольное образование, и физическая культура, и экономическое образование, и логопедия. То есть выбор, который мы предоставляем нашим студентам в будущем, он достаточно широк. Мы открыты для всех абитуриентов, мы предоставляем достаточно большой спектр возможностей самореализоваться не только в студенческой жизни, но уже в дальнейшем и в своей профессиональной жизни. Потому что мы ведем нашего студента не только в период обучения, но и следим за его дальнейшей карьерой, за его трудоустройством, вот всячески оказываем помощь в процессе его профессиональной работы. Очень важен был подробный рассказ о том, какими специальностями можно овладеть в филиале университета. Презентации факультетов и специальностей вызвали большой интерес как у девятиклассников, так и у одиннадцатиклассников. Учиться мне еще два года, но я уже сейчас задумываюсь о своей специальности и считаю, что это прекрасное мероприятие, которое поможет нашим школьникам определиться с выбором их профессии. Это прекрасно, что есть возможность провести его и действительно важно, что преподаватели рассказывают об этих профессиях. Студенческая жизнь – это самое лучшее время. И это не только учеба, но и активная общественная работа, участие в спортивных состязаниях и культурных мероприятиях. Наши будущие первокурсники могут помимо активной учебной деятельности также заниматься и спортом. Это такие виды, как баскетбол, волейбол. В следующем году мы планируем открывать секцию по бадминтону. Помимо спортивных секций у нас также активно развита и творческая деятельность. Это народный ансамбль «Меридиана». Наши там ребята танцуют, первокурсники с радостью туда вступают. Студенческая жизнь очень активная, разнообразная. Мы можем заниматься как творчеством, так же и спортом. Помимо всего этого мы можем ездить на различные форумы. Это могут быть и всероссийские, и краевые, и региональные. Но я могу сказать, мы будущие педагоги и за нами будущее страны. Профориентационная работа в школе – одно из основных направлений деятельности. И потому выездной день открытых дверей филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани ценен для учебного заведения. Сегодня мероприятие очень важное для наших учащихся, потому что они воочию смогли познакомиться с преподавателями кафедры какой-то определенной, посмотреть разные кафедры, разные факультеты, выбрать для себя что-то. Мы готовим как бы смену себе, и дети, которые были детьми для нас, сейчас они уже наши коллеги. Поэтому даже вот придя на выставку, волонтеры, они здороваются с учителями, они рады учителям, рады, что пришли в родные пенаты. Поэтому мы очень рады и самому мероприятию, и тому, что наши выпускники пойдут учиться туда. Родители старшеклассников охотно воспользовались прекрасной возможностью познакомиться с работой высшего учебного заведения. Настолько доступно нам все это преподнесли. Вот у меня у самой двое детей, и я с удовольствием все это выслушала. Я буду задумываться, буду разговаривать с своими детьми. Очень нужно проводить такие беседы, очень нужно, чтобы дать основу детям, рассказать им. Не то, что в общем, вот я хочу быть архитектором, или я хочу быть строителем, или еще кем-то. Он должен знать, с чего он должен начать, и чем он должен закончить. А там уже им думать. Многие в этот день смогли для себя более четко прояснить, в каких областях есть реальная востребованность после окончания вуза. А значит, в студенческие аудитории придут заинтересованные молодые люди, уверенные, что они сделали правильный выбор на начальном этапе своего большого жизненного пути. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!